Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И, как вы знаете, сейчас разрабатывается приложение нового поколения по эффективности. И, друзья мои, возник вопрос. Это приложение будет платное или бесплатное? Очень, на самом деле, нужна ваша точка зрения. И просто требуется написать в комментарии, значит, слово или платное, или бесплатное. Пожалуйста, напишите. И, опять же, хочу сказать, не думайте обо мне. То есть, что там многие пишут, что вот именно платное, я вам заплатил. Нет, друзья мои, в первую очередь, думайте о себе. И потом я далее вам скажу, есть, соответственно, подводные камни, плюсы и минусы того или иного приложения. Сейчас вам поясню. Но очень важна ваша точка зрения. Значит, платное или бесплатное? Обязательно напишите, что вам, соответственно, более удобно, более нужно. Потому что, действительно, некоторые пишут, что вот эти видео запускаются, соответственно, такого рода видео, чтобы какой-то хайп словить. Может быть, действительно, заголовок интересный. Но, действительно, я должен понять, как решить. То есть, еще пока окончательно нет финального решения. То есть, как раз мне нужно ваше мнение, чтобы понять, как делать. Поэтому я и спрашиваю. Цель именно, соответственно, собрать как можно больше мнений, то есть, реальных людей. И, соответственно, сделать выводы. Для меня это очень важно, друзья мои. И, соответственно, просто об этом набежите. Также в комментариях, если когда более кто-то развертый, напишите. Вы также можете какую-то ветку развить. Все комментарии, друзья мои, я прочел, которые вы, соответственно, написали. Опять же, не отвечаю, потому что времени не хватает. Но все это учтено, друзья мои. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши теплые комментарии. И, конечно, за вашу поддержку тоже спасибо огромное отдельное, друзья мои Итак, давайте я как раз все поясню Смотрите, есть две модели Значит, первая модель – это бесплатная Но здесь такая оговорочка, что есть затраты на приложение Плюс на поддержку самого приложения и прочее Поэтому бесплатная, но с рекламой То есть, скорее всего, будет реклама То есть, бесплатная с рекламой Ну, какой-то баннер рекламный То есть, просто абсолютно бесплатная То есть, она бесплатная для пользы Но какая-то реклама будет Просто это экономически, то есть, можно сказать, не очень выгодно Поэтому все обычно приложения зарабатываются именно что платное Что мы действительно знаем у нас То обычно за деньги требуется как раз доплатить Именно качественное приложение То есть, опять же, или бесплатное, соответственно, с рекламой Или же оно платное Но, опять же, платное, оно не полностью платное Есть какой-то ограниченный функционал Базовый функционал, но основной – это, соответственно, платное Значит, давайте, какие дополнительные моменты хочу вам пояснить Соответственно, если у вас бесплатное приложение с рекламой Соответственно, вы имеете доступ абсолютно ко всему Абсолютно ко всем уровням Абсолютно, соответственно, ко всей грамматике Абсолютно ко всему словарному запасу Абсолютно ко всем иллюстрациям, авторским иллюстрациям, абсолютно, соответственно, ко всей озвучке, там, все озвучено, абсолютно ко всем, соответственно, пазлам, тестам, упражнениям, абсолютно ко всему делу. Вы просто, это английский язык, весь английский язык в кармане. То есть, это просто такое гигантское приложение, это первое, ну, единственное, вот, реклама. Но есть также, напишите в комментариях, можно сделать, к примеру, кому не устраивает реклама, можно, соответственно, сделать, что, соответственно, можете, к примеру, купить, приложение, но без рекламы или просто, может быть, добровольное пожертвование. Тоже такой вариант возможен. Это первый вариант. Второй вариант, соответственно, заключается в том, что допустим, один урок полностью выложен, соответственно, он бесплатный, а далее уже просто выложены части уроков. То есть, не все уроки полностью, а ограничены. То есть, доступ как раз к основному контенту. Это как раз вариант как раз платного обучения. Вот, друзья мои. И вот дилемма. Как вам более нравится? Потому что еще, на самом деле, говорят, что пока человек не заплатил, он не начинает серьезно учиться. Потому что вы слышали комментарии даже, что иногда даже какие-то курсы покупают за 100 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, а подари и они активно пользуются. А подари этому человеку тот же курс, только он его выкинет, ему не нужен будет. И вот здесь тоже такая еще ситуация, что есть опасения, что когда многие получат, соответственно, на халяву, действительно, вопрос или как бы все на халяву, или все в основном за деньги, то помнишь, когда на халяву, ну и будет так относиться. А вот когда я, допустим, сам, вот помню, оплачивал какие-то вот подписки месячные, то как раз у меня был стимул больше, больше, быстрее, быстрее заниматься, что у меня же деньги, я в месяц плачу. Для меня это были космические деньги. Я тогда платил, наверное, где-то 700 рублей в месяц за подписку. То есть, ну просто, да, не было вот альтернативного качества материала. 700 рублей в месяц я платил за подписку. И для меня это было очень дорого. Ну потому что, как, соответственно, у студента было очень дорого. И это какие-то космические, соответственно, деньги были. Поэтому, опять же, вот какая проблема. Многие также считают, что именно только платное приложение можно сделать качественным, друзья мои. Я не считаю. Есть и другая сторона медали. Соответственно, если сделать приложение полностью бесплатно, в принципе, то же самое, что, как мы сделали, видите, с курсами как раз вот на этом канале English Galaxy практически грамматик английского языка с нуля. И также с курсом английский язык по листам. То есть, изначально, вы помните, что не было таких видео по грамматике. То есть, я тоже, как бы, честно, еще думал выкладывать по грамматике или не выкладывать. А может быть, соответственно, не нужно это людям. А может быть, соответственно, сделать это платно. То есть, я еще думал, не то, что думать я такой добрый, пушистый, сразу я все это выложил. Нет, я как бы долго думал. У меня была внутренняя борьба. Я за и против взвешивал. Но потом вот я вот все уже вот решил. Вот это доброе начало, наверное, победило. Я решил все делать бесплатно. Я думаю, там будет гораздо больше людей. Больше будет пользы людям. И, соответственно, и каналу будет лучше, потому что это будет, соответственно, все будет популяризироваться. И автору будет лучше, и всем будет лучше. Я решил, что, в первую очередь, нужно поставить именно на первое место, в центр как раз этого фокуса внимания, не такой огромный кошелек с большой деньгой, а именно человека. И вот здесь поэтому тоже спасибо вам огромное, друзья мои. Я видел, что вы активно в комментариях поддержали, соответственно, идею именно платного приложения. И вы согласны, соответственно, оплатить. Друзья мои, я очень рад, что вы готовы поддержать. Вот, друзья мои. И, соответственно, были повешены донаты. Но, опять же, донаты были повешены почему? Опять же, повторюсь, потому что многие, когда покупают приложение, они покупают, чтобы отблагодарить автора. Но, опять же, когда человек покупает приложение, автору попадает не все, где-то, наверное, 50%. Даже здесь сбор комиссии, соответственно, этого сервиса, плюс налоги и так далее. То есть, далеко не все попадает автору. Поэтому, по-моему, были и поставлены донаты. А здесь именно такой вопрос, соответственно, вот, друзья мои, я пока еще, соответственно, думаю. И вот если, соответственно, вот тогда вот мы говорили о платном приложении, вы поддержали, спасибо огромное, но сейчас, в принципе, взвешиваю достаточно серьезно из-за того, чтобы сделать именно приложение бесплатным. Друзья мои, я пока не обещаю, потому что это зависит от достаточно больших расходов, друзья мои, поэтому я пока еще все взвешиваю, все думаю, как это сделать. То есть, опять же, если вы считаете, что для вас эффективно бесплатно, так и пишите, не надо думать о моей выгоде, друзья мои, забудьте. Вы думаете, в первую очередь, о себе, или о платном, или, может быть, вам нужен микс. Третий вариант, вы можете в комментариях написать микс, может, вам нужен микс, то есть, если, допустим, вас устраивает, допустим, основное платное, часть, соответственно, бесплатная. Или, например, если вы не хотите, соответственно, рекламу, то есть, так и напишите, что ни в коем случае вам реклама не нужна. Это все очень, друзья мои, нужно учесть, чтобы сделать именно правильный вывод. Или, например, также есть другие варианты, к примеру, чтобы не ограничивать платное или бесплатное. Можете, например, сделать какое-то упражнение платное, какое-то бесплатное, какой-то микс, или несколько, соответственно, приложений и так далее. Все пишите. И также пишите все ваши требования именно к приложению, что вы хотите увидеть. Обязательно пишите, какой, соответственно, контент вы хотите увидеть, какой интерактив вы хотите увидеть, какой функционал вы хотите увидеть. Все, друзья мои, пишите. Это мнение очень важно. И, опять же, я хочу сказать, что, да, я говорю там громкие слова, что, может быть, делается приложение нового уровня по эффективности. Да, друзья мои, но, опять же, хочу вам сказать, что вам, это не первое приложение, но, как говорится, было первое, первое Блинкома, то есть, приложение эффективное, но там было много недостатков, с точки зрения функционала и контента. Это более сильное приложение, более сильный, как бы, функционал намного. И, вы знаете, есть приложение мирового уровня, где они стали, вот, всемирно известными, и люди им до сих пор пользуются бесплатно. А есть приложение, что у нас в России, где люди просто сделали, там, открыли, там, один-два урока, и все равно все платно, и просто зарабатывают деньги. И вот, видите, надо решить, как бы, что для нас важнее, друзья мои. Я думаю, с вашей, как бы, поддержкой мы это решим, чтобы найти какой-то баланс, золотую середину, чтобы всем было удобно и комфортно. Потому что цель, естественно, чтобы даже у кого не было денег, могли, соответственно, выучить английский, друзья мои, о чем было, соответственно, сказано. Это очень важно сделать. Вот одна мысль, вот, была, сейчас постараюсь вспомнить, вот она крутилась в голове, и, соответственно, забыл по поводу, как раз, приложения. Да, вот, пишите, значит, еще раз, функционал, все, что хотите видеть, друзья мои, и не стесняйтесь, то есть, говорите все, что вы думаете, как есть, любая критика, она приветствуется, не только там, да-да-да, но, как бы, действительно, объективно посмотрите, как это лучше сделать, какие вот, что вы хотите, все пишите, друзья мои. Я, опять же, хочу сказать, что нет возможности ответить на каждый комментарий, но, возможно, я все стараюсь учесть, и для меня, как бы, это очень важно, очень важно ваше мнение. И, опять же, говорю, думает, какой это, действительно, там, хайп словить, да, то есть, ну, мне реально нужно разобраться, понять, что вы хотите, и, действительно, как это лучше сделать. Потому что ответственность очень большая, понимаете, я вот советуюсь, потому что одно дело, не знаю, там, приложения скачают, соответственно, не знаю, там, 10, 100, но, если делать хорошее приложение, могут скачать, не знаю, там, и миллиард, миллиард людей. Ну, а почему нет? Вот мы там говорили, соответственно, о продаже канала и проекта English Galaxy за миллион долларов. Я говорю, во многом эта цифра недооценена, и не потому, что, говорят, там, многие какие-то там сумасшедшие, это монетизация на каналах. Нет, не только из-за этого, а вот именно о перспективе дальнейшего, и можно качественно сделать контент, который будет иметь миллиард, допустим, скачать, и, получается, какая огромная польза людям, соответственно. И, получается, можно делать не только вот для русскоязычных, можно выйти на международный уровень, то есть, есть разные модели, и просто хочу понять, что вам нужно. Поэтому, друзья, думайте, в первую очередь, не обо мне, а о себе. Мои проблемы не на последнем месте для вас, понимаете, это мои проблемы. И каждый человек, думая, что у него самые большие проблемы, ну, друзья мои, мои проблемы – это ничтожество по сравнению с вашими проблемами. Я хочу, чтобы вам было максимально лучше, максимально комфортно. Друзья мои, и потом, опять же, цель этих видео именно понять, что вы думаете. Потому что, когда запишешь какой-то плейлист, там видео обычно там приходит, не такое большое, что комментарии, а здесь нужно реально принять грамотное, значит, управленческое, но, в первую очередь, человеческое решение. Просто нужно написать, что вам нужно – платное, бесплатное, микс, или же что-то еще, друзья мои. Я открыт к общению, вы просто просили, мне в комментариях тоже просили писать, периодически, вот, мои мысли, чтобы вы не думали, что я куда-то пропал, что я там, может, уехал там отдыхать, загораю. Я просто делюсь своими как раз мыслями, о чем я думал в настоящий момент, и нам нужно действительно сделать это максимально полезным вообще для общества и так далее. И сохранить какой-то баланс. Друзья мои, спасибо вам еще раз огромное.